Приятно снова всех видеть. Мы сейчас будем начинать первую сессию нашу. И у нас сегодня очень яркий гость. Я не могу не порекомендовать вам фильмы, господина Заноси. А среди них, кстати, есть очень известная работа «Жизнь как болезнь, передающаяся половым путем». Абсолютно фантастический фильм о смысле человеческой жизни. Я мог бы перечислить, наверное, я думаю, десятка-два из более чем 70 фильмов, которые снял наш гость, но не буду этого делать, потому что мы лучше послушаем нашего эксперта. А эксперты представят у нас два человека. Сейчас Инна Березкина скажет свое слово, а потом Мартына Квитковская скажет свое слово. Я думаю, что оба слова будут достаточно короткими, чтобы спикер успел высказаться. Инна, прошу вас. Я просто хотела бы при всех еще раз и от имени Лены, и от всей школы поблагодарить Кшиштофа. Он приехал на такой короткий срок. Это не просто сделать. Он прилетел вчера практически уже за полночь. И пробудет с нами всего один день. Я думаю, что это невероятный подарок. Я только хотела сказать, что для нас это честь, и для нас это большая радость и удача, что он здесь, потому что фильмы художественные и очень много документальных фильмов, над которыми работал Кшиштоф, они лежат в той же области, о которой думает и школа. Я знаю, что Кшиштоф изучал физику, но любовь к философии и, видимо, интерес к человечеству его сделали кинорежиссером. Но я думаю, что об этом мы дадим возможность ему рассказать лично. И вопросы, которые он ставит перед собой в фильмах, это те же вечные вопросы, которых и школа касается. Это философские вопросы о добре и зле, о том, что такое вина, что такое грех, что такое совесть. Я думаю, что можно одну сессию потратить только на представление Кшиштофа, но мы не будем так уж занимать драгоценное время. Я передам слово сейчас Мартыне, которая расскажет коротко. Да, надо просто сказать, что здесь и на каждом семинаре есть некоторое количество участников из Польши, и вообще мы из Польши находимся в очень нежных отношениях. У нас есть совместные проекты, и поэтому эта честь вдвойне для нас особенная. Вот, Мартына. Доброе утро. Это слово не только от меня, а вообще от целой польской делегатии. Мы сегодня за завтраком. Часть нашей делегатии сегодня за завтраком имела возможность поговорить именно с господином Кшиштофом. Потом, когда мы сели вместе, мы пришли к одной короткой мысли, что мы все воспитывались на фильмах именно того человека, который сидит рядом со мной. Надеюсь, у вас всех будет возможность посмотреть эти фильмы, и я надеюсь, что и школа, и господин Кшиштоф смогут еще раз встретиться, и тогда после просмотра фильмов господина Кшиштофа вы сможете задать ему тоже вопросы про его работы. Хочу к этой знаменательной, конечно, для школы сессии добавить одну только еще вещь. Первого числа в пятницу годовщина 70 лет польского восстания. Это надо никогда не забывать, потому что это практически единственная страна внутри Европы, которая в таком масштабе и так заплатила за то, чтобы выйти из фашистского застенка. Поэтому в Польше будет достаточно большой юбилей, а я думаю, что для нас это тоже очень важное событие. И я благодарна Кшиштофу, что он не только наш учитель жизни по фильмам, но он вот в этот короткий, возможно, период приехал сюда, чтобы выступить перед нами всеми. И обещал мне, что если мы сохранимся и будем существовать на будущий год, он приедет с фильмом. Спасибо. Спасибо вам за приглашение, спасибо за эти милые слова. На самом деле, я уже в Гальстуке, потому что я сегодня вечером в Варшаве принимаю участие в этом торжестве с присутствием нашего президента и тех ветеранов, которые еще живые с Варшавского восстания у меня в семьи, две сестры милосердия, сестры моей жены, которые 70 лет тому назад спасали раненых в течение этого восстания. Но, надеюсь, самолет прилетит, а я рискнул все-таки приехать к вам. Мне очень было интересно с вами пообщаться. Но я подумал, что это будет такое более академическое заседание. Это на бумаге так выглядит, а я вас раньше не знал. И поэтому я подготовлюсь к так более, скажем, формальному. И с вашим разрешением я попробую скоренько прочитать вам те мысли, которые я приготовил. И это, но поверьте мне, это не снобизм, но это много цитатов, и поэтому мне легче будет это прочитать по-английски. А потом уже вторую часть я попробую импровизировать на русском, насколько, надеюсь, вы меня поймете. Итак, если вы не возражаете, я перейду на английский только для первой части своего выступления. Поскольку я выбрал такую тему, которая называется «Общее благо». Общее благо – это то понятие, которое очень широко обсуждается в англо-саксонских странах. Но я думаю, что нам необходимо знать об этом понятии, поскольку если мы хотим оценить, что происходит в общественной жизни, если мы хотим оценивать действия политиков, то есть решить для себя, хорошие это политики или плохие, мы должны сопоставлять их действия с понятием «Общее благо». И «Общее благо» – это то, что является мерилом для действий всех деятелей. То есть кому надо аплодировать, кого надо критиковать. Что надо делать для того, чтобы увеличивать «Общее благо» и кого обвинять в его уменьшении. «Общее благо» имеет очень много определений. Я выбрал Франциса Хатчеса, который говорил, что самое большое благо для самого большого количества людей. Вот так он его охарактеризовал. Это звучит, конечно, весьма хорошо, но здесь нет никаких ссылок на другую сторону медали, то есть на распределение этого блага и добра и зла. Джон Стоун Миллс – еще один человек, который определил это следующим образом. Самое большое счастье – это то, что происходит следующим образом. То есть практически это счастье – это то, что создается общими усилиями и распределяется справедливо. И это, конечно, если оно распределяется справедливо, то это и представляет собой общее благо. В католической церкви есть также интересные определения. Еще, скажем, в 1878 году Папа Леонид XIV определил общественное благо следующим образом. Это условия, которые позволяют людям, будь они группами людей или же индивидуальными, более полно и более легко… Извините. То есть в полной мере легко получать это благо. Вот это определение Леонардо XIII не очень удобно для обоих сторон политической сцены, поскольку обе эти стороны считают, что если лидеры должны работать на благо общества, то пусть, так сказать, общее благо создается всем обществом под руководством умных лидеров. И у каждого человека есть свое достоинство, как считает христианская религия. И это должно позволять всем людям, особенно слабым и уязвимым, получать свою долю общего блага. В то же самое время концепция общего блага противостоит либератарическим пониманиям этого понятия. И считает, что индивидуалисты хотят ввести свою жизнь таким образом, которая приятна только им и которая удовлетворяет только их. Аналогично образом они не должны, конечно, мешать другим индивидуалам делать то же самое другим людям, получать такие же блага. И тогда оно становится общим, за исключением, конечно, небольших издержек. А издержки – это соответствующая инфраструктура, которая дает равные возможности. Итак, общее благо – это неопределенное весьма, конечно, понятие, как вы видите. И общее благо стремится, конечно, легко превратить в политическое средство для достижения политики, которую хотят продвигать те или иные лидеры. Я хочу здесь привести пример. Это цитата того человека, который, возможно, станет президентом будущего в США – это госпожа Клинтон. В 2004 году госпожа Клинтон, выступая перед группой спонсоров, сказала, что мы у вас что-то берем, но это идет в общее благо, поскольку это отвечает всеобщим потребностям и, так сказать, с тем, чтобы мы приблизили людей к состоянию того, что можно назвать раем. Но в 2000 году, я помню, мы собрались в Гданьске – это город, где практически началась Вторая мировая война, и это город, где коммунизму в Польше был положен конец. Среди нас были весьма уважаемые люди и российские общественные деятельности, включая господина Ковалева, и были еще иностранцы. И мы проголосовали за хартию человеческих обязанностей и прав, фактически вытекающих с хартии о правах человека. Глава о ответственности, об обязанностях, также в ней говорилось об общем благе. То есть все должны стремиться предоставить как можно большему количеству людей, как можно больше индивидуальных свобод и обязанностей. Вот, процитировав этих людей, я задаю себе самому вопрос. Что хорошо для человечества сейчас? У экономистов всегда есть хороший ответ – рост, экономический рост. По мере роста экономики люди становятся более счастливыми, более удовлетворенными, а общество сбалансированным. Но давайте посмотрим, как недолго живет это понятие роста. Существовали много цивилизаций в прошлом. Это и египетская цивилизация, вавилонская цивилизация, индийская, китайская, цивилизация майя. Все они были достаточно стабильны. Но они не росли в понятии, в современном понятии. Египет за тысячи лет своего существования практически был тем же самым. И только за последние 700-800 лет Европа начала реализовывать это понятие. Этот рост, возможно, в интересах всех нас, поскольку дает нам невероятные буквально возможности. Мы видели такие открытия, как электричество, энергия, атомная энергия и так далее. Но если брать индексы свободы, я бывший физик, и хотел бы отметить вот этот факт, что политики и социологи, они не всегда все правильно окрашивают в нужные цвета. Так вот, сколько мы имеем свободы в нашем распоряжении, фактически это составляет индекс свободы. Это должно означать, что мы не голодаем, мы не замерзаем, и мы должны иметь возможность легко передвигаться из пункта А в пункт Б. Количество энергии, которое мы все потребляем ежедневно, гораздо больше, чем количество энергии, которое имел в своем распоряжении римский император. В этом смысле мы живем гораздо лучше, чем римские императоры. Но мы также понимаем и знаем, что это совсем не объективный показатель и не единственный индекс свободы, который необходимо учитывать. Мы живем в таком мире, где растет уровень потребления, растет невероятными темпами. 25 лет назад, мне исполнилось 50 лет, сейчас мне 75, и некоторые мои коллеги подсчитали и сказали, По статистике, сколько тонн керосина мы сжигаем путешествия, тогда расход был 4 литра, сейчас есть и меньше расход на 100 километров. Давайте мы посчитаем, сколько коров забили, чтобы обеспечить меня мясом, поскольку я люблю бештексы. И я почувствовал себя виноватым. Но что делать? Продолжаю ездить на машине, продолжаю есть мясо. Хотя это для меня стало немного проблематичным. Если говорить о равных правах, которые дают нам спокойствие и комфорт, понимание того, что мы живем в демократическом обществе, мы должны принимать во внимание, что мои китайские студенты дали мне очень яркое доказательство и свидетельство того, что равные права китайцы и индийцы составляют практически 3 миллиарда человек. И у нас есть право сидеть на пляже в летнее время. Если посчитать количество людей и количество пляжей, то тогда у нас бы, если бы мы всем давали такую возможность, то надо было этим людям, всем на этих пляжах сидеть в три ряда. Поэтому все это вызывает вопросы. И мы должны выбирать между тем, чтобы иметь, и тем, чтобы быть. Но, естественно, мы выбираем первое. И это действительно дилемма, которая стоящая перед человечеством, поскольку основной это вопрос, как мы выживем. И есть определенное благо, которое никогда не приумножается. Мона Лиза может быть только одна. Я частично живу в Париже, и иногда 4-5 часов надо стоять в очереди, чтобы посмотреть на Мона Лизу. А если китайцы и индийцы будут путешествовать очень много, то придется неделями стоять в очереди. Я разговаривал с директором Лувра, и есть еще одна Мона Лиза, которая выглядит точно так же, то есть копия. И у них есть такая идея выставить обе эти картины. Но они подумали, что тогда люди захотят увидеть и ту, и другую очередь, и не уменьшится. Итак, мы хотим повысить качество жизни, однако мы сейчас создаем новые элементы. У меня есть личный опыт, у меня есть такая привилегия. Я бывший физик, мне физика очень нравится, я никогда не бросал ее. И моя любовь к физике не умирает. Но физики почему-то другие меня не любят. И поэтому, наверное, я стал режиссером. И я посещал город Портленд, университет местный в штате Орегон. Мы обсуждали с студентами тему роботов, робототехники. И меня так поразило, когда я увидел, что роботы готовы заменить людей. Особенно это касается каких-то обслуживающих специальностей. И, по сути, инженеры, которые были в большинстве своими японцами, сделают такое испытание, провести тест, сесть перед роботом и попытаться с ним поговорить. Это было 3-4 года назад. Я хотел практически доказать, что робот не человек. То есть я сидел перед роботом, я его провоцировал. Там было 2 камеры, но я молчал. И через 2 минуты, как и было запрограммировано, робот таким странным синтетическим, синтезированным голосом сказал, почему вы такой печальный? Я ему сказал, нет, я совершенно не печальный. Робот ответил, почему вы называете меня идиотом? То есть программа была хорошая. А почему я начал участвовать в этом эксперименте? Естественно, робот говорил с таким синтезированным акцентом, но он же прочитал мои чувства. И фактически работа идет по анализу человеческой речи. Поскольку пожилые люди, которым эти роботы, возможно, будут прислушивать, они будут рассказывать им одну и ту же историю всегда. Робот должен ее проанализировать, прервать эту человека и сказать, вы мне позавчера эту историю рассказывали, давайте перейдем к каким-то другим деталям. И вот тогда, наверное, доверие к роботам будет возрастать. Ну и цена их тоже. Я не могу избежать цитирования Калта Поппера. И он в своих мыслях писал, что не принадлежит никакой идеологии, никакой религии. Он говорил, что существует большой социальный вакуум в обществах. И это ведет к дегенерации, деградации, поскольку людей окружает непонятный, небезопасный мир. И существуют экстремальные выборы, которые весьма плохо могут сказаться на людях. Такой попгедонизм возникает. Это одна из главных опасностей нашего времени. Но есть и другая сторона медали. Это примерно так же, как кнуты и пряники. Мы особи, которые живут в опасности. Мы можем жить на этой планете, можем не жить, но планета проживет и без нас. И, может быть, даже лучше проживет без нас. И есть такая перспектива, хотя и очень отдаленно, что человечество будет вымирать. Возможно, из-за каких-то катаклизмов, на которые мы не можем повлиять. А может, мы сами будем приближать этот конец войной, другими действиями. Мы можем определить условия и видим, какие условия были в течение последних сотен лет. Дарвин, который обосновал теорию эволюции. Я думаю, что эта теория сейчас больше уже не работает, поскольку мы живем в мире, который мы сами создали. Это не естественная среда, это то, что мы сами для себя создали. Если бы среда была естественная, мы бы сидели сейчас где-нибудь в приятном тенистом саду, но говорили бы не в микрофон. Я должен признаться здесь, в Москве, что мои студенты на одном из моих мастер-классов очень так пошутили. Не знаю, как перевести на английский нового русского. Но там был новый русский, он был очень богатый и уже пьяный к тому моменту. Они его еще чуть-чуть подпавили, он вообще отключился. И они для него сделали клетку в зоосаду. Посадили его в клетку и написали табличку. Гомо сапиенс. И там дальше детали, сколько он ест, сколько он живет, сколько он пьет. Поставили камеру перед этой клеткой. Через некоторое время он проснулся. Очень удивился, естественно, почему слева от него была шимпанзе, а справа орынгутанг. И, естественно, лицо у него было очень выразительное, ему поаплодируем. Но это метафора, которая показывает, что может с людьми случиться, во что мы можем превратиться, если мы будем вымирающим видом. И, возможно, придется создавать суперменов. Но в мозгах там, видимо, будут чипы и микросхемы. То есть, собственно, вот в этом состоит опасность. И вот, поскольку я люблю очень зоологические сады, зоопарки вообще. Но, конечно, естественно, натуральное сафари гораздо лучшее. И я начал замечать, что в наше время в большинстве зоосадов, зоопарков они не кормят хищных животных тем способом, который был всегда традиционным. Если есть белый медведь, который, знаете, очень всегда нервно переваливается с одного боку на другой, они дают ему рыбу, замороженную в куске льда. И сердитый белый медведь должен полчаса бить по этому льду, чтобы съесть эту рыбу. А тиграм мясо подвешивают на дерево, и они должны прыгать, прыгать, пока не схватят это мясо. Для тигра это, наверное, в неволе очень полезно. А что полезно для людей в таком случае? Можем ли мы найти политика или политическую партию, которая будет говорить, что мы для вас создаем проблемы, чтобы вы не превратились в, так сказать, не деградировали, чтобы вы работали над собой. А ведь у нас общество, где нет запретов. Мы всем хотим потреблять. И потреблять фактически по нарастающей. И никаких барьеров. Мы не ставим себе никаких ограничений. И, собственно, это проблема. Но ни один политик никогда не возьмет на себя смелость сделать здесь революционный поворот. Итак, что касается общего блага. Самое большое, можно определить так, что это большое благо для большего количества людей. Но как мы можем определить, что хорошо для индивидуумов? Какой вид развития необходимо проводить? Какие свободы мы должны обеспечить для каждого человека с тем, чтобы люди действительно развивались, росли? Я думаю, что мы должны здесь отметить, что экономисты ограничивают себя, пропагандируя только материальный рост. Но ведь параллельно должен идти и духовный рост. И я не имею никаких сомнений, что мораль человечества сейчас лучше, чем когда люди получали удовольствие от публичных казней, пыток и насилия. Однако это было все еще сто лет назад. Сегодня мы этого больше не хотим видеть. Есть некие показатели духовного роста. Если вы можете переступить или проницать собственные ограничения, если вы можете стать более великодушным или щедрым, это означает, что это знак духовного роста. Гораздо проще говорить о духовных ценностях от противного, потому что подобные ценности, безусловно, образуют культуру. Культуру в целом, в общем смысле. Не искусство, которое есть лишь часть общей культуры, но культуру человека. И какова противоположность культуры? Это нечто звериное, грубое, пошлое, вульгарное и кровожадное. Это, одним словом, варварство. Если говорить о социальных программах или программах социального развития, нам следует помнить о том, в какой мере они способствуют духовному развитию. В противном случае подобные социальные программы просто никудышны. Мы знаем, что демократические общества в настоящее время представляют собой элемент роста, как материального, так и духовного. В силу того, что советовательность возможна лишь при демократических свободах, при существовании оппозиции и праве людей на возражение, на выражение своего мнения. И это совершенно банальные вещи. Я сейчас говорю, очевидно, что справедливая конкуренция подразумевает справедливые правила игры. Но если тендер или некий конкурс победа в тендере присуждается той компанией, которая постоянно ворует цемент, асфальт на вашей дороге будет вечно испещрён щербинами. Вспомним историю азиатских тигров, государства подобные, например, Тайвань при Чанкайши, диктатура или, возьмём пример, Южной Кореи. Но очевидно, что в определённый исторический период произошли некие демократические преобразования, и система, очевидно, изменилась. Можно сказать, что схожие перемены произошли в Польше. Можно говорить о России. Я, конечно же, дилетант. И говорю это, исходя из собственных каких-то воззрений, вполне возможно, ошибаюсь. Но когда мы смотрим на реформы Петра Великого, царя, который привнёс в Россию модернизацию с точки зрения технологий, он не сделал ничего для попытки реформирования российского общества. Более того, он заставил Боярс брить бороды, что, в общем-то, было безусловным унижением. И если задаться вопросом, почему после такого огромного технологического прыжка вперёд Россия осталась позади самых развитых стран, в 1914 году по оценкам Россия была где-то на 50 лет отставала от наиболее передовых стран Европы, то объяснять это можно тем, что определённые изменения в социальной, политической и духовной жизни не поспевали за технологическим развитием. И вопрос в том, на каком витке технологического развития находится Россия сейчас, мы этого просто не знаем. Для западного мира Вторая мировая война была порой полной переориентации. И само понятие территории утеряло своё предварительное или предшествующее значение. Все Европейские империи – Испанская, Португальская, Голландская, Британская – с большими муками и трудностями избавились или растеряли, утеряли колонии, которые ранее составляли их империю, причём самым трагичным примером, вероятнее всего, была Франция, которая потеряла Алжир, где 3 миллиона французов считали эту землю своей, и фактически генерал Деголь их, можно сказать, обманул, привезя их, обеспечивая их иммиграцию на юг Франции. Сегодня Франция очень рада, что Алжир перестал быть частью Французской республики. Мне кажется, я готов не согласиться с Вашим президентом, когда он говорит о распаде Советского Союза как о бедствии. Я считаю, что и моё смиренное мнение, мнение художника состоит в том, что это было положительное событие для России. И вопрос, который стоит перед нами в течение столетий, как увеличить или расширить рамки благоденствия, так чтобы всё большее число людей могло участвовать и пожинать плоды не только материальной, но и духовной культуры. И вопрос состоит, конечно же, в помощи на уровне индивидуальном, и, конечно же, я приветствую подобные попытки. Итак, в конце, в заключении, позвольте зачитать ещё один абзац из главы «Гданецк», потому что мне кажется, что это достаточно интересная глава. Каждый человек, каждому человеку следует, прошу прощения, пытаюсь разобраться в собственном почерке, каждый человек должен пытаться обеспечить как можно больше людей правами и осознанием ответственности. В нашем сознании мы говорим о необходимости солидарности, сплочённости. Мы, как человеческие существа, обязаны проявлять солидарность. И учёные, люди образования и художники несут особую ответственность за благосостояние и красоту публичной общественной жизни. Под красотой я не подразумеваю слезливо-сентиментальную розовую похлёбку поп-культуры, но говорим мы о человеческом выборе и о великодушии в наших действиях. Вот что составляет красоту. И чем больше людей так поступает, тем прекраснее наше общество. Больше могу уже сказать по-русски. И просто могу вам напомнить, это из моего личного опыта. Оказывается, это не так долго было, как я боялся. Знаете, как мы, моё поколение, а я здесь, безусловно, самый пожилой в этом зале, что мы прожили, и я здесь говорю слово «правда», но это три слова Аристотеля, правда, добро и красота. И с правдой моё поколение имело проблемы уже 70 лет тому назад. Потому что ещё в течение войны родители говорили «правда, да», но не говори правды, когда немецкий солдат стучит в дверь и спрашивает, кто-то там есть. Отвечай «нет, никого нет», отвечай таким голосом мальчика, чтобы он думал, что ты сам дома. А мы все прячемся. И добрый мальчик врал, а пошлый мальчик говорил правду. Надо это было учиться. Потом пришёл Эммануэль Кант с вашего города Калининграда, и он говорил, что есть категорический императив, что нельзя врать. А я об этом учился в школе. И когда я пошёл учиться в школе, мой отец позвал меня и произвёл со мной очень трудный разговор. Отец сказал, «Учитель физики, химии, математики, он будет говорить правду, и ты молчи, слушай и учись. А то, что тебе скажут на лекции истории, литературы, географии, скажи нам дома, мы тебе скажем правду. Ты этой правды в школе не говори, но помни, что они врут». Это было важно. Я в то время, я по линии отца, по произверждению, наша семья итальянская, мы были все, мои предки, архитекторы, строители. И я тоже должен быть архитектором и готовился даже к экзамену. Но мой отец показывал мне эти новые социалистические стройки, известный подарок Сталина Дворец культуры и науки в Варшаве, и подробно мне объяснял, даже однажды милицейский пришёл, начал подслушивать, что отец говорил. Отец говорил, вот, надо быть тёмным человеком, чтобы построить такие пропорции. Видишь, а тот архитектор, он абсолютно тёмный, некультурный человек, потому что окна не там, где надо, крыша не так построена, всё не так, значит, он нечувствительный, он грубый, он примитивный, он хочет тоже произвести на тебе впечатление. Это не искусство, это идеология в архитектуре. А я понял, что я поступлю на политехнический институт и буду потом строить такие дома, а вечером издеваться над ними дома. И понял, что я этого не выдержу. И тогда решил пойти на физику, потому что это было всё-таки не так опасно. Там была правда. И с этой правдой пришлось нам долго бороться. Иногда не сказать правды, это тоже ложь, но это была необходимость, чтобы не потому, что человек трусил, а потому, что это была просто защита высшего добра. Но никогда, никто не может быть уверен, насколько то добро, которое он выбрал, оно самое высшее. Или, может быть, это иллюзия, а может быть, это всё-таки лицемерие. И на самом деле я прячу перед собой, что я боюсь. Контакты с властью у нас были очень трудные. Но это огромная разница, что коммунистическая идеология пришла к нам на танках. Она считалась всегда чужой. И уже помню, в 80-е годы просто в порядочном доме людей, которые имели партийный билет, не принималось. А тем более, что наши актёры тоже уже разделились. И члены партии с нечленами партии не играли, не хотели выступать в театре. И зрители прекрасно знали, что этот состав, этот состав. А знаете, талантливые были более против. Не потому, что они были... Просто если они чувствовали, что публика их любит, для артиста любовь к публике, как и для политика, любовь к публике – это самое главное. И если они чувствуют, что власть им дарит всё, что они хотят – машины, жилья, но любви не может им подарить власть, потому что власти люди не любили. И поэтому никто не хотел от власти никаких благ, потому что это было позорно. Это были 80-е годы. И, наконец, всё это рухнуло. Но, может быть, стоит вам сказать, это важно, что мы в эти 80-е годы, мы готовились, хотя не имели большой надежды, но для нас важнее, чем принимать участие в каких-то массовых выступлениях на улице. Для нас гораздо важнее было сидеть за столом. Были такие семинары. И мы уже тогда обдумывали, а если бы мы имели влияние на власть, какие законы нам построить. И несколько, сколько из этих законов мы подготовили ещё до падения коммунизма. И те же законы сразу были введены, и это наше счастье. Потому что потом политики, демократические политики, они уже бы этого не захотели. А закон о самоуправлении, он очень в Польше кажется удачным, потому что власть местная отвечает перед местными жителями. И это чувствуется. Если у меня в деревне дырка, мне не стоит звонить в министерство, где даже есть знакомые, ничего не могут сделать. Но если я позвоню моему начальнику деревни и скажу, как долго мне жить с этой дыркой, он сразу мне скажет, когда он будет иметь деньги, и он чувствует этот нажим. Иначе я говорю, я на вас голосовать не буду. Это есть достижение, это нам удалось. Много вещей нам не удалось. Не думайте, что Польша – это рай на земле. Абсолютно не так. И мы сейчас очень разделены. И вообще политическая и духовная ситуация в Польше мне очень тревожит. Я не скажу, что у нас хорошо. Но то, что нам удалось, что мы подготовили кадры, им можно было сделать в 89-м году обмену кадров. Во всех главных местах оказалось, что люди, которые готовились в подполье, они более способны работать в министерствах, взять важные посты, чем те чиновники, которые там работали 40 лет и были всегда бездарными. И такие остались. Потому что получали эти посты по блату, а не по заслугам. И поэтому, что не имели сил противставляться власти. А хороший чиновник должен иметь силу противставляться власти, но только под условием, что противставляется для общего добра. И умеет это доказать, и убедительно доказать. Иначе это анархия, а это тоже нехорошо. Я думаю, что времени осталось. И я готов отвечать на все, не на все вопросы, хотя, знаете, артисты, которые привыкли к пресс-конференциям, готовы отвечать на все вопросы, особенно те, о которых не имеют даже понятия. Так что, ну, вы тоже знаете, что артистам можно меньше доверять, чем академикам. Так, что можем вести совсем свободный разговор. Я готов к такому разговору, и надеюсь, что это хороший момент для нашего. Инна Березкина начинает дискуссию, коллеги. Пожалуйста. Спасибо. Андрей Александрович мне подарил право первого вопроса. Я один только еще маленький хочу сделать комментарий. Во-первых, конечно, скажу, что, по-моему, из этого зала мы все выйдем в состоянии влюбленности какой-то совершенной, и будем ждать следующего свидания как-то очень коллективно. А еще хочу сказать, вот Лена не скажет, а я скажу. Наша Лена, которая вот сидит тут скромно и не говорит ни слова, ни полслова, а сегодня получает самую высокую польскую награду. И это будет вторая по счету польская награда. И я задам вопрос. Вы говорили очень важные вещи, и это правда то, о чем мы здесь говорим в школе. Вы говорили об общественном благе, о ценностях. И у меня вопрос такой. Мы как-то привыкли думать, что мы разделяем ценности европейские, а тут недавно нам говорят, что Россия не Европа. Мы как-то растерялись немножко. То есть географически мы не станем спорить. Может, Европа, может, не Европа. Но что с ценностями делать? Я знаю, что вы размышляли об этом. Что это? Вот есть ли какие-то ценности русские, европейские, западные? Или все-таки ценности, о которых мы говорим, они универсальные, и мы не можем от них отказаться? Спасибо. Нет, у меня нет никакого сомнения, что ценности все универсальные, только они находят свой вырос в разных обществах, в разных периодах истории. Разный вырос. Если мы говорим демокрация, она имеет другое значение в Сингапуре или в Токио, чем, скажем, в Соединенных Штатах. А европейские демократии тоже отличаются. И что в Европе демократия в Норвегии, она не до конца похожа на демократию во Венгрии. Так что это нормально, что эта аппликация, это то, как мы пользуемся этими ценностями, это разные, но самые идеи, они те же самые. И мне кажется, для современного мира, если Япония более 100 лет тому назад приняла путь развития, который довел ее до того, что она сейчас процветает, революция Мэйджи. Это была, ну, не революция, но это была реформа глубокая. И они сделали и социальную реформу, и цивилизационную реформу. И поэтому технология у них высоко, а социальные напряжения не так сильные. Значит, они нашли выход для творческого развития. И любая страна должна найти свой ход и свой выход, не идентичный с другим. Хотя японцы купировали все законы прусские, немецкие, они считали, что они поментали это ближе. Но потом это все-таки было оформлено японским способом. И я в том смысле, я тоже принимал участие в таком обсуждении и услышал от одного из ваших важных депутатов, что России и Европа не нужна, что сейчас будет создана евроазиатская община. Но я тогда поставил вопрос, на который не получил ответа, и надеюсь, вы его найдете. Что это европейская уния, европейский союз, это нам всем понятно, потому что мы уже от средних веков мечтали о том, что будет так зваемый христианитас. Значит, что все христианские страны не будут между собой воевать, и что мы будем в каком-то степени объединены теми же самыми идеалами. Оказывается, грешный человек не выдержал и убивал друг друга. Западные хрестоносцы убивали бизантийских, и монахов все это было. Но мы идеал сохранили. И сегодня это Евросоюз. Он стоит на базе ценностей, которые выросли с юдеохристианства, прошли век освящения, и все права человека, все права единицы. Это все выросло с одной традиции. Так я и спрашиваю, а если сейчас создается евроазиатская уния с исламскими, буддийскими странами, а что эту унию будет соединять? Я получил ответ, что это будет соединять память Советского Союза. Поверьте мне, я не был очень рад этим ответом. Мне кажется, что это довольно безнадежный ответ. Так, Денис, пожалуйста. Денис Греков, Алтайский край. Во-первых, огромное вам спасибо. Вы знаете, мы здесь часто обсуждаем вот, в общем-то, те же самые вопросы в разных постановках, исходя из политических, прагматических соображений, каких-то экономических теорий. Большое спасибо за то, что вы в этот дискурс ввели категорию эстетики. Об этом говорится очень редко, и я вдруг поймал себя на мысли, что это практически основной критерий оценки происходящего. То есть вот тот пример, когда вы рассуждали с отцом об архитектуре, он мне показался очень знакомым, потому что настоящие вещи, они всегда красивы, в первую очередь. И хотелось бы очень от вас услышать более развернутую теорию, как от специалиста, вот связи прекрасного и настоящего, вот этого самого общего блага и красоты. Спасибо. Знаете, трудно мне на это ответить, потому что над всем висит слова Достоевского, что красота может спасти мир, а мы не до конца уверены, где эта красота, мир я что не спасен. Но я поэтому переношу понятие красоты тоже в область этики, и чтобы не забывать, что красивые поступки, это так же красиво, как красивая природа, как красивые произведения искусства. Если мы это забываем, это уже не говорим о настоящей красоте. Но красота, добро и правда, они считались тем же самым. И, скажем, на Дальнем Востоке это так и принимается сегодня, что это одно и то же самое. А я еще помню слова такого польского поэта, он не знаю, насколько он у вас известен, Збигнев Херберт. Он уже покойный, но он во время коммунизма был диссидентом, конечно, и в одном со своих стихотворений произвел такое предложение, а потом Иосиф Бродский, который его перевозил, часто цитировал эту мысль. Он, Бродский, тоже говорил, вопрос вкуса. Коммунизм коррумпировал нас, но предложение было невкусное. Колбаса была толстая, нехорошая, дома были отвратительные, машины ломались. Так что искушение было неэффективным. Просто, и поэтому вопрос вкуса. Но Жигули, это не Мерседес. На Мерседеса можно продать душу, а за Жигули не стоит. Так, вот, коллеги, к нам присоединилась наша выпускница, госпожа Рукавишникова. Я даже боюсь вам сказать, в каком году она стала выпускницей, учитывая ее юные годы, я ее не могу ветераном назвать, но она ветеран школы, действительно. Прошу, Лена. Спасибо огромное. Елена Рукавишника, выпускница 2007 года, Сочи. Спасибо за драгоценный русский язык от вас, это очень дорого. Вы знаете, иногда говорят так грустно, шутят в России, что место культуры в нашей стране, оно между спортом и погодой. Речь, конечно, о новостных программах, но в этом есть небольшое отражение реальности. Хочу услышать ваш комментарий. Как вы можете охарактеризовать такое понятие, как историческая память, коллективная ответственность, в том числе за действия, поступки государств, правительств, стран, народов? Должно ли нам соотносить себя с тем, что сделано, может быть, не нами лично? Спасибо. Знаете, есть такое важное выражение в воспитании, всегда ребенком надо говорить. Тебе надо, чтобы ты позволил, чтобы тебе было встыдно за то, что ты сделал, а чего ты не виноват, тебе не должно быть встыдно. Если у тебя огромный нос или косые глаза, это не ты виноват. И не надо говорить, что мне встыдно. Поступки наших прятков, это мы не можем сказать, что мы этому виноваты. Но мы должны признать, осудить их и сказать, мы с ними не согласны. Вот Томас Манн, совесть немецкого народа, он просто эмигрировал, когда понял, что большинство немцев против его идеалов. И это был порядочный поступок. Но немцы своих виноватых осудили. Мы тоже пробовали после падения коммунизма в каком-то степени, хотя некоторые проступные личности, осудить. Осудить прокуроров, осудить милиционеров. Тех, которые... Но доказательства очень трудно найти. Но важны моральные обсуждения. Если мы морально признаем, что была вина наших прятков, мы уже можем идти вперед. И знаете, я как поляк очень горжусь, что мы в течение последних 25 лет признали... Мы раньше считали себя всегда ангелами. А за 25 лет свободы мы добились того, что мы признаем сегодня, это уже среди интеллигенции, абсолютно все признают, что мы были виноваты в отношении к евреям, что наши отношения были часто вредны. И мы признаем, что с украинцами мы поступали не... Но не честно. И что особенно в 20-х годах и 30-х мы их давили, а потом они отомстили. Но им надо... Им надо покаяться за свои грехи, это их дело, а нам надо покаяться за наши. Мы не будем покаяться за их грехи, это смешно. Так что мы не ждем от них, чтобы они покаялись. Мы должны сами покаяться и подождать. Может быть, они тоже что-то из этого свободно поймут. Мы тоже признаем конец войны. Можем сказать, нет никакой пропорции, какие страшные преступления немецкого народа против наших народов. Но мы признаем, что какие-то преступления с нашей стороны тоже были, что мы не вошли в Германию, как ангелы. И если мы это признаем, мы можем очистить душу, но у христиан это просто исповедь. И после этого признание вины, и можно, и это вины предков, это вины коллективной, это не я сам виноват. Но если я признаю вину, я чувствую себя уже свободным. Нина, пожалуйста. Я уже всю первую половину семинара ждал, когда вы наконец что-то нам скажете. Прошу вас. Спасибо, Андрей Александрович. Нина Колипова, Республика Коми. Господин Заноси, я вас благодарю за возможность побеседовать, и благодарю вновь, потому что не так давно вы приезжали к нам. Это было весной 8-9 марта, это были два чудесных дня. Возвращаясь к нашей теме, к теме общего блага, я хотела бы спросить у вас мнение, как вы относитесь к новой методике питчинга, которая проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации, и в частности, когда фильмы избираются, исходя из оценки соответствия историческим событиям. И так, например, мы видим, что фильм Миндадзе не был поддержан изначально, милый Ханс, дорогой Петер. Сценарий Петра Тодоровского встречи на Эльбине был поддержан, исходя из этих соображений. То есть, как вы можете прокомментировать эту методику, и есть ли что-то подобное в Польше? Спасибо. Я бы хотел сказать, что нет ничего подобного, к сожалению, не могу так сказать. Тоже бывает, я сам оказался жертвой, но мои враги, не представьте себе, это феминистки, которые меня заблотировали, один из моих сценарий, считая, что моя героиня, которая в картине отвратительная, должна быть положительной, потому что им такие лица нравятся. Но я год боролся и добился того, что я эти деньги общественные получил, так что я не жертва. Но способ, как разделять государственные деньги, это огромная трудность. И если, я знаю, практически разные системы, мы искали, какую систему ввести в Польше, чтобы она была не политической, самое главное. И нам удалось это так сделать, что эти деньги, которые на кинематограф, это не парламент, это не наша дума нам дает, это идет автоматом, это уже хорошо. Так что определенный суверенитет тех властей есть, но можно бы это сделать гораздо лучше. А я здесь понимаю прекрасно, что ваш вопрос, я мне, как иностранцу, нельзя вмешиваться в решение, но если культура русская на этом пострадает, а картины будут заново пропагандистическими, ну, тогда будет потеря времени, потеря денег и позор. А это наказание за неправильные решения. Коллеги, я хочу дать слово еще одному нашему выпускнику, Станиславу Корякину. Нам, понимаете, нам очень приятно, что те люди, которые школой вроде бы простились несколько лет назад, продолжают сюда приезжать. Это, кстати, касается всех вас, потому что вы на этом семинаре, став выпускниками, двери эти для вас открыты будут всегда. Станислав, прошу вас. Спасибо за предоставленную возможность вопрос задать. Кшиштоф, слушая вас, рассуждения про ценности, про ответственность, про людей, которые в подволе готовили законопроекты, я вспомнил свои размышления по поводу ценности, полученного легко и ценности, завоеванного тем или иным образом. Но в древности люди для того, чтобы стать полноценным субъектом правоотношений в племени, в роду проходили сложный обряд инициации. Кто-то там в лес уходил с копьем, кто-то там какие-то магические обряды проходил. Сейчас человек переходит из одного состояния в другое, состояние подростка, состояние гражданина, просто получая паспорт. То есть не получается этот обряд инициации и во многом возможно из-за этого ценность гражданских прав, прав гражданина, избирателя не принимается. То есть гипотеза такая. То же самое то, что вы говорили пример людей, которые готовили законопроекты в подполе, они ответственно относились к полученным свободам, к полученным возможностям, что потом со временем наступления бюрократов по власти уходило постепенно. Вот ваше мнение все-таки насколько критично отсутствие подобного рода испытаний при переходе от, при получении скажем прав гражданина, насколько это влияет вообще на наше общество отсутствие таких испытаний и насколько скажем для конкретного отдельно гражданина такие испытания формируют, ну вот сейчас в наших условиях формировали бы его гражданскую ответственность. Спасибо. Трудно мне прогнозировать, я вижу, что все ценности, которых люди добивались в борьбе, где им приходилось пострадать, тогда они, конечно, глубоко их переживали. А если это подарок, если свобода это подарок, люди ее не ценят. Я заметил, что сейчас в Америке появились голосы, конечно, они звучат экзотично, но это голосы, которые говорят, ну как можно допускать до того, чтобы люди голосовали, не разбираясь совсем в программах партии, и чтобы должен быть тест перед входом в избирательную комиссию, чтобы люди показали в тесте, что они знают, на что будут голосовать, не знаешь, иди наконец и учись. Этого еще никто не сделал, но мысль такая уже крутится, потому что есть опасность, что люди голосуют в свободных странах, не чувствуют никакого нажима, и начинают просто развлекаться голосованием, голосуют на экзотичные фигуры, чтобы было смешно. Вы помните, в Италии известная актриса порно-картин была избрана депутатом в парламент. Но это был позор для всего парламента, и такое было желание людей, которые были недовольны итальянским парламентом. Им можно быть недовольным, я не удивляюсь, но выражение этой недовольности мне не очень понравилось. Чичулина называлась эта девушка. А потом она довольно долго сидела в парламенте, даже была довольно интеллигентна, мне сказали. Но не для этого была избрана. Так что, знаете, это динамический протест, нет простого решения. Если люди чего-то добиваются, тогда можно надеяться, что они будут за это потом защищать, чего добились. Если у нас рухнула система в процессе, в котором принимали участие миллионы людей, знаете, в солидарности был момент, когда было 11 миллионов членов. Значит, это было очень широкое движение, мы не получили свободы сверху. И поэтому люди потом настаивали, что хотят, чтобы были перемены. Но как это спровоцировать, как это сделать, очень трудно, я здесь не политолог и подсказать не умею. Так, продолжаем сейчас. Коллега вот к нам присоединился только что, прошу, да, вы, вы, представьтесь. Спасибо большое, Артем Филатов из Санкт-Петербурга. У меня, во-первых, большое спасибо, что вы к нам приехали сейчас в такой период, действительно очень сложный, и вопрос именно про это. Вот буквально новость последней недели про то, что Польша приостанавливает культурное сотрудничество с Россией. А то же самое сейчас делают и, ну, скажем так, некоторые другие европейские страны. Как вы считаете, как такой большой культурный деятель, возможно ли так поступать, даже когда идет присоединение Крыма, даже когда есть война на юго-востоке Украины, но все же может ли это затрагивать сферу культуры или же культура как такое свободное пространство должна оставаться в стороне, как пространство каких-то общих ценностей, о которых вы говорили, но общих ценностей не внутри одной страны, а вот на таком европейском пространстве. Спасибо. Я свою позицию объяснял в Польше и, конечно, был в меньшинстве, потому что я был против этого решения, хотя у меня есть и уважение и определенное доверие к моему правительству, потому что она демократически избрана, и я для гигиены считаю, что нельзя никогда людей у власти считать дураками или людьми неответственными, может быть, они имели какие-то аргументы. Я подозреваю, что в Польше это решение было принято по внутренних причинах, потому что будут выборы через год и очень легко раздуть антироссийскую истерику. Но я с этим не согласен, потому что я думаю, что никогда внутренняя политика не должна влиять на зарубежную политику. Это очень опасно для страны. Вы это тоже прожили с первой войной в Афганистане. Это очень опасно, того нельзя делать. Никакая серьезная страна не должна так поступать. Но я высказался, что на мой взгляд это нехорошее решение. Но всегда говорю, история будет судить. Но это только касается официального года Польши в России и года России в Польше. А отмена индивидуальных художников она не прекращена никак. И как вы меня здесь видите, никто не остановил и никто не взял от меня паспорта. Мы можем свободно продолжать наши контакты. Я их буду продолжать. Я считаю, что это есть задача людей культуры продолжать диалог, даже если мы в чем-то может быть с большинством не согласны. Данил Брыгский, наш актер, который принял другое решение, он считает, что надо было сорвать эту договоренность. он обратил внимание, что число директоров театров и деятелей культуры России, которые так поддержали безусловно политику правительства, это причина, для которой он не хочет здесь приезжать. А я считаю, что зная традицию, я подозреваю, что большая часть тех, которые на бумаге поддерживают, а на самом деле они люди, как мы все, и они тоже сомневаются, хорошо это или плохо. Вопрос из Грузии, коллеги. Вахтанг, прошу вас. Добрый день, меня зовут Вахтанг Задзанава, я из Грузии, маэстро, для нас большая честь сегодня быть вместе с вами. Вы в конце своего выступления сказали, что когда мы признаем признали свои ошибки, мы стали свободными. Вы знаете, вот несколько дней назад буквально мы беседовали с замечательным человеком Ириной Ясиной, которая тоже говорила о покаянии. И по этому поводу мне вспомнилось два случая. Первый это такой замечательный грузинский фильм Тенгиза Абуладзе, он называется «Покаянием». И второй случай касается великого, на мой взгляд, грузинского философа Мираба Мамардашвили, который прилетел в Грузию сказал следующей фразой, что для меня истина дороже Родины. И его слова были, мягко говоря, восприняты очень неправильно. То есть, мне кажется, что он опередил свой народ нам несколько, как минимум, десятки лет, А наше общество до этого мнения, к сожалению, пока не пришло. Поэтому мой вопрос состоит в том, как вы думаете, есть ли вообще перспективы постсоветского общества прийти к этому покаянию за те ошибки, которые нами, в принципе, всеми были допущены. И если да, то что к этому может вообще способствовать? Большое спасибо. Я более далеко от вашего общества, чем вы в Грузии, так что вы знаете лучше, какой шанс. Меня удивляет и удивлялось с самого начала, что на территории бывшего Советского Союза остались памятники Ленина. У вас нет, но стали надолго. но это по других причинах. Но все-таки это проблема как судим историю. Это не проблема искусства. Если эти памятники хорошие, можно их поставить в музей. Но если они на улице, значит человек, который в мнении многих повредил Россию очень глубоко, является тем, который был героем. Какая из этого наука для молодежи. Но это открытый вопрос. С историей надо справиться и сказать, что было хорошо, что было плохо. Как где была бы Россия, если бы она развивалась как нормальное общество свободного рынка и какой-то определенной демократии. если не было первой мировой войны или если после мировой войны была создана республика. Это все вопросы открыты, но решения видны на площадях. Пока там стоит Ленин, мне удивило, что украинцы так сильно это чувствовали, что во время Майдана первое, что сделали, сбросили памятники Ленина. Это был символ, конечно. Может быть, они были хорошие, надо их поставить в музее, но не на улицах. Так, сударня, пожалуйста, вы еще не высказывались, именно вы. Представляйтесь. Панк, шейстов, спасибо большое за лекцию, Юлия Кривоносова из Санкт-Петербурга. В одном, однажды, ну не так давно, вы сказали, что, цитировали Тойнби, сказали, что если элиты имитируют то, что принято в массах, это будет разложение, это не развитие. И развиваться можно только тогда, когда массы следуют за элитами. И вот хотела бы узнать, можно ли этот тезис перенести на политическую сферу, на сферу гражданского общества. И если так, то можно ли говорить о том, что никаких вот грассруц, каких-то процессов, когда снизу что-то вырастает, развивается и потом переходит наверх в элиты, этого невозможно. Спасибо. Знаете, насколько я знаю историю, я любитель, я не профессионал, но все-таки все главные движения на основе определенной общественной обстановки, но развивались благодаря элитам, французскую революцию сделала маленькая куча людей, английскую революцию кроме лав в похожем виде, все великие перемены всегда находили людей, которые на основе того, что происходило в массах, все-таки формулировали цели и принимали позицию вождей, что грассруц это начало, но потом надо это оформить, выразить, передать, и для этого элита необходима. Тимур, прошу вас. Спасибо, Тимур Ужахов, Ингушетия. Знаете, очень приятное впечатление от вашего выступления, на самом деле умный, интеллигентный, очень харизматичный человек, и вас на самом деле очень приятно слушать. Вот я с вами однозначно согласен практически во всем, и особенно в том, что духовный рост не должен отставать от технологического роста. Это всегда чревато очень глубокими ошибками, проблемами и трагедиями. Но вот то, что вы говорили о том, что развал Советского Союза был благом для нашей страны, ну, отчасти, может быть, я с вами согласен, то есть идеологически, конечно, Советский Союз представлял собой уродливое такое государство авторитарное, но это была огромная территория, и развал стал большой трагедией для значительного количества людей, на ней проживающих. И в этой связи вот такой вопрос, прошу простить, если он вам покажется провокационным немножко, Пан Кшиштоф, что вы видите благом для России в будущем? Знаете, моя, я в Баку уверен, что все-таки существуют общечеловеческие ценности, и существуют правила, игры, которые тоже касаются всех стран. Я бы хотел видеть Россию, где будет, но так, следуя этой дефиниции, которую я вам привез, самое большое число индивидуальных людей будет иметь способность развития, а не, что будут жить в нищете, в страхе и в пассивности. Так что в том вся надежда. А надежда должна довести до того, чтобы Россия была страной инноваций, и чтобы современные понятия здесь появились сильнее. Потому что сфера влияния это 19 век. А я спрашиваю, а Нокья расширила сферу влияния финнов? А Нокья это гордость Финвандии. Это достижение. А почему нет такого товара с Россией? Кроме серия, которая тоже Сауди-Арабия может торговать. Значит, это что-то не так. Нет те главные элементы. развитие, свободное развитие индивидуального человека. Его инновативное сила, его смелость делать что-то новое и по-другому, чем другие. И получить поддержку и шанс, чтобы он победил. Я в том вижу надежду любой страны, тем более России. Саша, Украина вне очереди у нас всегда, вы знаете. Добрый день, Александр Азархин и Украина. Вопрос тоже о ценностях и о проекте Европы. Вы говорили о Европе, которая строится на христианских ценностях, но сейчас мы видим, что Европа вынуждена и она определенным образом хорошо или плохо справляется с тем, чтобы интегрировать и другие ценности, другие цивилизации. Как вы в этом смысле смотрите на концепцию большой Европы, которая должна протянуться до Тихого океана и так далее, как гражданского проекта? Спасибо. Знаете, это уже такие политические утопии и трудно сказать, как это будет в будущем, но глобализированный мир очень сильно дает впечатление, что мы все от себя взаимозависимы, и эта зависимость поднимается с огромным ускорением, а с другой стороны мы живем в информатическом мире, и все касается всех. Это абсолютная новость, так никогда в истории не было. Так что тоже понятие, что это Европа, мы увидим, как будет Европа формулировать свой идентитет в будущем. Я вижу много элементов, где просто мы близко тупика, и не можно интегрировать всего со всем, потому что теряем идентитет, а Европа все-таки привязана к ценностям, которые не всем близки. есть меньшинство в Европе, которые на эти ценности не согласны. И Европа не умеет с этим справиться, Америка как будто справилась лучше. Есть определенный канон американской веры, и кто хочет быть гражданином, должен клянуться, что будет наблюдать эти ценности. И это где-то в новом мире удалось лучше, а Европа, которая имеет свою память, сложную, совсем по-другому к этому подходит, и выхода на данный момент не нашла. Но надеюсь найдет. так, ну давайте Босния и Герцеговина сейчас скажет. Я Юру тоже пишу, Лена. Блаженко Кенич, Босния и Герцеговина. Вы в начале вашего выступления говорили про то, что мы живем в таком обществе изобилия, что у нас есть всего много, тратим много нефти, кушаем много мяса. Как вы считаете, современное общество, это человеческий гедонизм, это то, что мы являемся потребителями, это выбор наш собственный, то есть человек нуждается в этом, например, в том, что у меня в шкафу есть дорогое платье, которое я одела только один раз в жизни. Это является потребностью человека, или это обусловлено системой, которая заставляет быть потребителем. Вы поставили вопрос, на который нет ответа, потому что это ваш свободный выбор. Что вы думаете о свободе? Человек свободен в жизни, в своих выборах, или человек полностью зависит от окружения, от условий, от своих родителей, от школы, от всего остального? Это просто мировоззрительный вопрос. Это вообще не говорит о мире, это говорит о вас. Как вы видите это? И где вы поставите акцент? Оказывается, что для развития человечества лучше было поставить акцент на свободу, а не на условия. Марксисты и вообще от Хегеля пошла такая вера, что человек это продукт условий. И это была не динамическая концепция, она задавила развитие. А концепция, которая тоже не в полностью правдива, что мы все отвечаем за себя в полностью. Она более дает динамику. И поэтому мне кажется лучше это выбрать. А на самом деле мы в каком-то степени зависим от генетики и конечно от общества и от экономики, но все-таки мы имеем пространство нашей собственной свободы. И на что обратить внимание? На они в чем я ограничен. Ну а одно правда и другое правда. Юра Брянск пожалуйста. Лобунов Юрий Брянск. Я хотел бы поговорить с вами как бывший физик с бывшим физиком об общественном благе и даже об общественном счастье. Вот вы правильно заметили, что люди хотят пожинать плоды культуры как материальной так и духовной. Более того, общество потребления призывает даже не пожинать, а пожирать плоды культуры. А теперь переходим к физике. За каждый период времени культурные блага, материальные блага, сама культура создавалась и потреблялась. Но на данный момент мы видим материальную культуру вокруг нас. Значит так или иначе производилось больше, чем потреблялось. И у меня возникает гипотеза. А может быть человеку свойственно создавать, а не потреблять. И именно этим человек отличается от всех остальных существ на земле, тем, что он не только потребляет, но и создает. И поэтому сейчас, когда люди пытаются удовлетворить свои потребности потреблением, люди пытаются сделать себя счастливыми потреблением, даже самовыражение. Потребность самовыражения сейчас решается потреблением. Если раньше люди, чтобы выразить себя, писали стихи, то сейчас они покупают красивое платье или крутой телефон. Так может быть обман общества потребления и ошибка выверта цивилизации в том, что мы отошли от природы человека, что для того, чтобы стать счастливым, нужно не потреблять, не пожинать, а сеять и создавать. Полностью с вами согласен, не только потому, что я оппортунизм и слышу аплодисменты, но я бы почти то же самое хотел сказать, но я бы добавил, вы обратили внимание на то, о чем вообще сегодня никто не смеет говорить. Природа человека. А это загадочное. Мы видим нашу природу заново в новых условиях, ее надо заново дефинировать. И если я вам рассказал о животных в зоопарке, это вот пример такого сомнения, что для нас хорошо, а что плохо. Что касается употребления, у меня ответ довольно простой. Просто я привык к этому, что культура, то, что мне передали мои родители и мои деды, это меня уже защищает. У нас говорилось не принято ездить на богатой машине в бедной стране. Это дурный вкус. Только хам ездит на богатой машине, если рядом бедные люди. И так делал мой дядя, который был врачом, очень богатым человеком, но он никому не хотел показывать своего богатства, потому что это был дурный вкус, это низко, это считалось в кругу культуры неправильным решением. покупать марковую одежду покупают только новые богатые. Разумные люди знают, что марковая одежда это ерунда, а секонд-хенд это великолепное место, где вы покупаете. Это секонд-хенд, обещаю вам. Я часто участвую, у меня родственники в Италии, часто участвую в этих дефиле моды в Милане и всегда наконец говорю, ну полгода и уже в секонд-хенде я то найду. Кроме того, Юра, мне кажется, что с потреблением у нас скоро все отладят, поскольку вчера три российских банка попали, это те банки, где большинство держат зарплатные карточки, попали под санкции, Роспотребнадзор, как мне рассказали два дня назад по телевизору напал на Макдональдс, так что мясо буду потреблять скоро, пусть даже синтетического, но меньше. Одним словом, как-то это будет, видимо, если серьезно говорить, коллеги, то я думаю, что сегодня просто выдающийся день, по крайней мере, то, как мы его начинаем, это заслуживает всяческих похвал. Иметь честь принимать такого гостя, как господин Заноссин, на мой взгляд, это большая удача для всех, для всех нас, для всех нас. И я очень надеюсь, что сегодня у нас только начало разговора, потому что я немножко чувствую себя обделенным, поскольку у нас нет возможности сегодня вечером обсудить с создателем какой-нибудь из последних фильмов господина Заноссина. Мы просто будем очень надеяться, что такая удача выпадет нам в следующий раз. Обещаю, привезу в кармане. Отлично. А уж о качестве и о высоте разговора, который состоялся, я ничего не буду говорить, поскольку, на мой взгляд, это вещи очевидные. Коллеги, смотрите фильмы, вот приедете, посмотрите, пока не остыло все это дело, я вас уверяю, просто расширите восприятие и ощущение сегодняшнего разговора еще больше. Я прошу вас поблагодарить нашего эксперта. Полчаса перерыв, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok